На часах 10 вечера инспекторы заступают на службу. Это самое горячее время. В выходные многие хотят расслабиться и часто с алкоголем. Патрульная машина только выезжает на трассу и сразу остановка. Под подозрение попадает белая шестерка, выезжающая с второстепенной дороги. Водитель и правда пьян. Впрочем, подтвердить это может только экспертиза. Почему сел за руль нетрезвым, уроженец Азербайджан объясняет просто. Заболел ребенок. До аптеки хотелось, я на таблетку ребенка. Инспекторы передают задержанного, прибывший на место группе и отправляются дальше. Сотрудники ГИБДД прекрасно знают, что выпившие водители выбирают обходные пути. Так якобы легче скрыться. Инспекторы отправляются на окраину города. Но здесь серьезных нарушений обнаружено не было. Разве что несколько водителей не были пристегнуты. Документы, пожалуйста. Чему ремнем не пристегайтесь? Кто-то выехал. Следующего нарушителя задерживают на аэропортовском шоссе. Прямо перед патрульной машиной он разворачивается через двойную сплошную. Причины такой смелости выясняется скоро. Водитель явно выпил. К тому же документов при себе у него не оказалось. Документы ваши где? Я лишенный. Вы лишены права управления? Да. Вы знаете, что ездить лишенным нельзя? Да, нельзя. Ну а почему за руль тогда садитесь? Я машину помолчу сделал. Водителю первый раз, севшему за руль пьяным, грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное нарушение карается уголовным наказанием до двух лет. Заключение и 250 тысяч рублей штрафа. Просьбы отпустить в таких случаях звучат часто. Вы понимаете, что уголовный ответ сейчас можете подвергнуться? Ну пожалуйста. Ну как пожалуйста? Как пожалуйста? Вот как пожалуйста? Впрочем, в данном случае разжалобить инспектора не удастся. По статистике, за год в России по вине пьяных водителей гибнет около 3,5 тысяч человек. Для сравнения, таково население села Яндыки Астраханской области. Если исходить из своей личной практики, работая со своим непосредственным напарником в патруле, за ночь у нас до четырех водителей я оформлял за смену. Было такое в практике, что четыре водителя одним экипажем привлекались за нетрезвое состояние. Ездить за рулем под шофе, похоже, становится дурной привычкой. За выходные дни инспекторы задержали 32 нетрезвых водителей. Еще 21 человек отказались от прохождения медицинского свидетельствования. И этот результат уже настораживает. Летом, в пору отпусков и отдыха, число нарушителей будет только расти. Леонор Лем, Наталья Фомина, Руслан Асанов, Центр новостей.